всем привет ну что идем во фьордах самый такой сложный участок я уже прошел здесь вот переходил уже на ручное управление естественно под контролем капитана менять пока еще нет но сейчас мы уже идем самостоятельно в 9 часов через полчаса буду принимать вахту что я хотел вам сказать какие нюансы в этих местах ну как вы стали встали на руль уже нужно смотреть обстановку вокруг трафик может быть небольшие паромчики рыбаки если днем вы еще можете также натыкаться на сетки по информации от капа что все-таки они на ночь убирают я допустим по нашим рыбакам я думаю они вы ленились это делать так бы и стояли бы и день и ночь ну понятно все таки добро свое никто портить не хочет тем самым они убирают и сохраняют свое имущество вот наша задача себе проблем не создать ну и рыбакам в том числе поэтому мы рулим аккуратно входим их стороной всегда в принципе так было так как пропеллер в любом случае работать начинает немножко не так появляться вибрации наматывается на винт я конечно не встречал таких случаев что там прям так наматывалось что вообще драйдок можно заходить нужно научить такую серьезную сетку наткнуться и любого судна очень много лошадиных сил даже этих сетки не чувствуют проходит очень спокойно вот какая наша задача как стоящего на руле на мостике на мостике штурмана конечно же все сравнивать расстояние то что вы видите до берега до буев сравнивать что здесь сравнивать что на карте у вас должно все сходить 6 кабель до зеленого у нас ну и здесь также у нас мы видим состояние пилинг так же можем увидеть все сходится ну значит идем ничего никаких сбоев не дает и уже визуально идем спокойненько второй момент если вы плохо умеете рулить на ручном так же не советую потренируйтесь лучше в море выходите на ручное управление штормовую погоду если вы шторм держите правильный курс то по ровной воде вы будете ехать идеально самая лучшая практика это рулежка в штормовую погоду я этому научился в самый первый контракт ну так повезло мне полно такое судно мне приходилось по 4 часа в вахту стоять рулить очистки постоянно в течение контракта и это хороший опыт всем желаю такого конечно же вот мы уже потихонечку подходим к зеленому до поворотной точки два с половиной кабель то конечно же визуально я уже могу подворачивать начинать что в принципе и делаю у нас следующий курс 220 сейчас смело на 6 градусов подворачиваю не забываем также смотреть конечно же назад что у нас происходит сзади даже когда никого нету вы все равно должны обращать внимание как на машине у вас голова работает на 360 градусов чтобы видеть все вокруг это залог успеха вашего маневрирования так на 225 перехожу судно пошло по радару смотрим у нас уже один кабель дав остается обычно я начинаю за два кабель дав так поворачивать чуть медленнее остается один уже более так агрессивно начинаю маневр и выходить уже четко на курс вы видите как мы выйдем на линию естественно учитываете течение вот хидинг который да мы устанавливаем и уже курс on the ground этот курс of the ground истинный да ваш курс он может и не выйти на хидинг который вы установили попросту из-за течения ветра поэтому вы должны сравнить всегда эти два курса они должны быть в идеале одинаковы тогда значит вам никакие погодные условия не мешают для вашего правильного маневра вот видите да чётенько подвернул прям по линии покрасненько еду что может быть еще лучше это маневра есть тут да такие места но это уже на капитанской вахте было сегодня то есть там очень узкое место где два судна в принципе не помещаются там грубо говоря ширина 40 метров да парватора и буями ограничено поэтому если судно видит что другое проходит первое то соответственно другое то есть ваше допустим в нашем случае да должно уступить замедлив или вообще если надо остановиться на время опять же если нет сильного течения чтобы вас нафиг на камни не вытянуло пропустить и уже дальше двигаться проходить следующий как меняется сектора вот видите у нас моргает сейчас white house сейчас вы увидите как меняется сектор будет он меняться на красный сектор который вы сейчас наблюдаете вот видим вот видим тоже так же вам помогает в плане сравнения где вы идете там ли где нужно в том секторе в том месте значит находитесь все верно вот он сектор не фокусируется камера пардон вот он красный сектор который вы сейчас наблюдаете все according to regulation кстати судно пожалуйста да оно выходит моментально high speed craft ну это вот небольшой как раз паромчик 35 метров везет людей скорость какая у него скорость у него 33 узла почти и они выскакивают абсолютно отовсюду и когда и откуда вы это встретите одному богу только известно поэтому несем вахту аккуратно ребят расслаблено и уверенно все спасибо за внимание такой вот ролик короткий всем пока спасибо 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 спасибо